Секция грибного слалома в физкультурно-оздоровительном комплексе Лотов с Богородском существует с 2014 года. Сейчас в ней занимаются 35 ребят. В Московской области всего две таких секции, одна из них в Сергеопосадском районе. Грибной слалом является олимпийским видом спорта с 1936 года. Соревнования проводят на трассе длиной 250-400 метров с 18-25 воротами и сложностью, как правило, не выше третьей категории из пяти. Ворота на трассе – это окрашенные вехи, бело-зеленые – это прямые ворота, и они должны быть пройдены по течению, бело-красные – обратные ворота, они проходятся против течения. Нет, ты вот здесь шел на вторые ворота, вот так вот. Каждое дергание минус две соты. Как и у любого вида спорта, у грибного слалома тоже есть свои правила безопасности. У грибного слалома человек должен иметь в первую очередь спас-жилет. Это понятно для того, чтобы он не перевернулся и всегда оставался на воде. Также он имеет защитный фартук, он одевается вот на это кольцо для того, чтобы вода вовнутрь не попадала. И когда грибешь, не попадала, и когда наклоняется. Также он обязательно находится в каске. Грибный слалом вообще относится к одним из самых нетравмоопасных видов спорта. Потому что всегда вода глубоко. Поэтому и в первую очередь жилет для того, чтобы обеспечить безопасность. Скажите, а сколько вообще весит это все обмундирование? Ну, примерно, условно, даже особенно, когда намокло. Ну, сухое она может вешать, я думаю, с учетом фартуков всего. Ну, килограмма два-два с половиной. Ну, а когда мокрое – пять. Так, давайте попробуем все-таки сесть. Да, давайте, я приглашаю вас в лодку, но перед этим мы проведем все правила безопасности. В первую очередь, наденем спасжилет. Руки поднимайте наверх. Жилет обязательно, обязательно должен затянуться, лямки затягиваются. Жилет должен плотно прилегать для того, чтобы, когда вы перевернетесь, он с вас не выпал. То есть, фактически, это… А я обязательно перевернусь? Ну, пожелайте, я могу вас перевернуть. Не надо. И снизу затягиваем, и все. Затем подходим к лодке, и вот с камешком можно садиться. Нужно подойти на камешек, встать, опереться руками, встать ногами сюда и садиться. Давайте, я вас придержу маленечко, давайте. Все, садимся. И ножки туда запихиваем потихонечку. Далее, далее. Мы коленки вот сюда упираем, в сторону, в сторону, вниз и сюда. А, вот так, я поняла. То есть, мы держим лодку ногами для того, чтобы она у нас не балансировала и не перевернулась. Дальше мы берем весло и начинаем движение. Поначалу это очень-очень тяжело, потому что первые шаги, они самые трудные. Я занимаюсь уже больше 40 лет и не знаю ни одного человека, который с первого раза начал грести. Когда можно приступать уже? Все, можете. Вот весло вот так вот держать, вот лопасть назад должна вот здесь взять, этой рукой вот здесь так. И все. В этой руке, в этой руке мы держим жестко, в этой она должна проворачиваться. Раз. Потом так же провернули. Так, провернули. Вот так вот. Правая все время жестко. А в левую проворачиваем. Все, давайте. О, нормально. Управлять такой лодкой непросто. Она легкой и может перевернуться. Для того, чтобы держаться на плаву, нужна хорошая координация. Грибной слава, он относится к сложным координационным видам спорта. Поэтому, чтобы быть грибцом-славомистом, нужно быть очень развитым человеком. Вот, допустим, в систему наших тренировок ходят кросс, бег, футбол, баскетбол, волейбол. Много-много играем, занимаемся фитнесом, гимнастикой, акробатикой. То есть, человек должен быть очень ловким, очень координированным и иметь очень хороший баланс. Александр Анатольевич тренирует уже далеко не первое поколение ребят. Его жена Зоя много лет назад тоже была его ученицей. Они познакомились на спортивных сборах. В то время Зоя Васильевна уже была неоднократной чемпионкой Советского Союза. В советское время была 12-кратная чемпионка России. Мастер спорта СССР по грибному славому. Неоднократный призер серебряный и бронзовый чемпионатов СССР. Победитель Кубка СССР. Познакомились мы с ними на сборе на Украине. Он был тренером сборной России у нас как раз. Я входила в состав сборной, и он тренировал сборную женскую команду. Ну, видать, приглянулось ему. Среди ребят, которые занимаются в секции, есть и участники мировых соревнований в своей возрастной категории. Валя 15, она занимается с 2014 года и уже кандидат в мастера спорта. О секции узнала случайно, рассказали в школе, и она загорелась. Родители были против, ведь тогда Валя не умела плавать, не то что ходить на каноэ. Сейчас она управляет двумя типами лодок – каноэ и каяк. И не раз уже сплавлялась по бурным рекам. Самое главное на бурной воде – это грести, а не сидеть. Если, допустим, человек будет сплавляться, то есть не грести, а просто весло положить на лодку, и, конечно, его везде пронесет. И человек, соломист, должен сам управлять своей лодкой, нежели лодка должна или вода управлять им. Своё будущее Валя мечтает связать со спортом и надеется в этом на поддержку родителей. Ещё один лидер среди ребят – Александр Васик. Он тоже занимается 2014-го. У него первый спортивный разряд. В этом году на первенстве России занял четвёртое место. Сначала было тяжело, но я смог справиться. И вот сейчас я уже выступаю на крупных соревнованиях. Почему пришёл заниматься этим видом спорта? Почему не каким-то другим? Ну, вообще, я с детства люблю воду, я люблю находиться в воде. Я как-то не боюсь вообще воды. И когда приехали тренера, я сел в первый раз в водку, мне понравилось, и тренера понравились. Ну, я решил заняться этим видом спорта. Ребята, которые занимаются в секции грибного слалома, по словам своих тренеров, хорошо физически подготовлены, имеют силу воли и весёлый нрав, что обязательно пригодится им в жизни. А пока их впереди ждут очередные соревнования, на которых они рассчитывают победить. Записаться в секцию грибного слалома можно, позвонив в центр Лотос Богородского. Занятия проходят на пруду в центре посёлка. Алена Ромашкина, Кирилл Емельянов. Тема.